Спасатели доставили Мерека в Чукотскую окружную больницу прямо с борта рыболовецкого траулера. Сигнал о том, что человеку стало плохо, поступил 5 декабря. Но из-за шторма забрать пациента удалось только спустя два дня, уже когда судно из Берингово моря зашло в Анадорский лиман. Все это время врачи Чукотской окружной больницы держали связь с медиком на теплоходе, чтобы помочь пациенту, пока к нему не прибудет санитарная авиация. Воздушная скорая помощь в пути. Спасательная операция развернулась прямо в Анадорском лимане. Одному из членов экипажа рыболовецкого траулера бухта преображения стала плохо. На помощь пришла Национальная служба санитарной авиации. Она доставила троих спасателей и фельдшера. 7 декабря 2022 года в адрес федерального казенного учреждения Анадорская региональная поисково-спасательная база от Национальной службы санитарной авиации поступила заявка на эвакуацию больного. Сложность эвакуации в том, что пациента нужно поднять на борт вертолета, пока тот остается в воздухе. И это в условиях чукотских ветров и морозов. Воздушное судно зависает над палубой на высоте в 10 метров на специальном спускоподъемном устройстве. Сначала на борт теплохода попадает спасатель. Его задача надеть на пациента специальный жилет и прикрепить к подвесной системе. Ну а самому пациенту нужно преодолеть страх высоты, пока его поднимают на тросе. Уже в вертолете пациенты принимают другие спасатели и передают в руки фельдшера. На борту воздушного судна больной был осмотрен фельдшером и доставлен в окружную больницу. Усложнений с эвакуацией и транспортировкой больного не возникло. Пациент был адекватным и подъем воздушного судна перенес без проблем. Мужчина был доставлен в Чукотскую окружную больницу буквально в течение часа. Первоначальный диагноз подтвердился. Пациента с острым аппендицитом экстренно прооперировали. Диагноз его острый аппендицит подтвердился. Прооперировали мы его. В настоящее время он получает лечение, реабилитируется и после чего поедет к себе домой. Сейчас матрос Алексей Карташов уже активно идет на поправку. Через три дня его выпишут и он отправится домой в Приморье. Его морской рейс, который должен был растянуться на девять месяцев, прервался на трех. Но Алексей не унывает и уже с улыбкой вспоминает эвакуацию судна. Вертолет увидел, думаю, о, круто вертолет. Только увидел человека, который спускается, все сразу, думаю, не дай бог мне так же. Все, он спустился, я думал, мы с ним вместе полетим, ну, в смысле подниматься будем. Он говорит, не, я тебя одного зацеплю, ты поедешь. Я все сразу испугался. Он меня зацепил, я глаза закрыл и все. Открыл тогда, когда они меня уже затаскивать начали. А потом все уже. Еще раз захотелось. Условия Чукотки таковы, что скорая помощь здесь вынуждена добираться к пациенту не только по суше, но и по воздуху. Только с начала этого года это уже седьмой случай эвакуации заболевших с морских судов. В Чукотской окружной больнице привыкли к таким гостям. Порой ими оказываются иностранцы. В прошлый раз пациентом оказался индонезиец. Вероника Токмачева, Арсений Гусев, Вести, Чукотка.